Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Сарглана Захарова. Повод для критики Международного Олимпийского комитета у России, безусловно, есть, но смог надо работать, заявил в кулуарах сессии в Хенчхане почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. Об этом пишут РИА Новости. Исполком МОК 5 декабря принял решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2018, но только в нейтральном статусе. Также он дисквалифицировал ОКР и установил особый порядок допуска атлетов из России на игры. Позднее, без объяснения причин, на Олимпиаду не были приглашены многие ведущие российские спортсмены, в том числе биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюков, шорт-рекист Виктор Анн. Повод для критики МОК в нашей стране очень серьезный и есть. Необъяснимая ситуация с делом в САС, с недопуском других спортсменов, люди не понимают, почему спортсмены принимают участие в других соревнованиях, чемпионатах Европы и мира, но не могут выступить на Олимпиаде, сказал Смирнов журналистам. Однако в то же время он отметил, что нужно работать с МОК. В Хёнчхане началось заседание спортивного арбитражного суда по делам неприглашенных на Олимпиаду россиян. Представляющая интересы российских спортсменов юридическая компания «Шелленберг Витмер Лимитед» распространила заявление, в котором указывалось, что 32 россиянина подали иск в САС в Хёнчхане на недопуск к Олимпийским играм 2018. Позже стало известно, что иск в выездную панель арбитража в Южной Корее подали ещё 13 российских спортсменов и два тренера, победивших ранее в суде, но так и не получивших приглашения МОК. Слушания по их делам запланированы на 8 и 9 февраля. На заседании выездной панели САС, которая стартовала в Южной Корее, в среду прибыли представители МОК, среди которых глава комиссии по приглашениям Валере Фурнейрон, медицинский и научный директор Международного Олимпийского комитета Ричард Баджет, а также адвокаты российских спортсменов. День зимних видов спорта отмечают сегодня в России. Впервые его отметили в 2015 году. А дата для празднования 7 февраля была выбрана не случайно. Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его ежегодно заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Он пояснил, что день зимних видов спорта – праздник, посвященный зимним Олимпийским играм, которые проходили в Сочи и стали важным событием для всей нашей страны. Поэтому и дату первого дня решено было приурочить к годовщине открытия Сочинской Олимпиады. Но 7 февраля этот праздник отмечали только в 2015-м, а все последующие решено проводить в первые выходные после 7-го числа. По лыжным гонкам, например, сейчас Республика Саха-Якутия – это первый номер Дальнего Востока уже. Потом хоккей. Сейчас дети нашей Дальнего Востока тоже лидеры. По биатлону уже появились мастера спорта. Вот Николай Чупистов в конце года выполнил норматив мастера спорта. Шорт-трек развивается. Сейчас уже есть члены сборной команды Дальнего Востока. Они в скором времени будут выступать в финале первенства России среди школьников. Поэтому по каждому виду спорта есть улучшение спортивных результатов. А тем временем масс-рестлинг ввели в школьную программу Грузии. Учителей физкультуры готовят признанные якутские мастера спорта. В Тбилиси сейчас находится главный тренер сборной России по масс-рестлингу Николай Константинов, директор Республиканского центра национальных видов спорта МАДУН Иннокентий Григорьев и мастер спорта России Алексей Агафьев. Отмечу, что до Грузии они побывали в Баку, где провели Кубок Азербайджана по масс-рестлингу. В Тбилиси прибыли 4-го числа. 5-6-го мы провели и сегодня, в последний день, провести семинар. Там присутствуют физиологи и спортивные работники оборудования Грузии. Здесь очень заинтересованы этим. Грузия – это одна из сильнейших стран по масс-рестлингу, которые имеют хорошие результаты на новом уровне. Обучение проходит по новым правилам. В международных нормах масс-рестлинга произошли изменения. Они коснулись приветствия спортсменов. Теперь это не рукопожатие, а поклон. Перед стартом соперникам нельзя заступать за линию и носки должны касаться помоста. Кроме того, увеличили время перерывов между схватками с одной минуты до двух. Также они регламентируют протокол соревнований. Если спортсмен проиграл в первом круге, то в финале он сможет выступить только за третье место. В первые дни, конечно, некоторые спортсмены противились этому правилу, но потом уже привыкли сейчас, где больших таких нареканий нет. Мне кажется, что такое правило подойдет всем, потому что это дает равное право до старта. Раньше некоторые стартовали только завоевав преимущественное положение. А сейчас они имеют равное положение перед стартом. А в Амгинском районе Якутии с открытием нового бильярдного клуба этот вид спорта стал одним из самых востребованных. В школах на дополнительных курсах бильярду обучают детей, а в новом отвечающем всем стандартам клубе проходят регулярные соревнования. Главный судья турниров – мастер спорта по бильярду Алексей Григорьев. Соревнования проходят на очень высоком уровне. Очень рад тому, что в Амгинском районе появился такой специализированный клуб. Раньше мне самому приходилось ехать в город, чтобы как-то тренироваться. Теперь все это есть здесь. Это были новости спорта. Всего доброго.